11 машин отправились в Оренбургскую область. Одежда, средства гигиены, теплые одеяла, детские вещи, игрушки. С инициативой о сборе помощи выступила общественная палата Самарской области. На призыв откликнулись многие организации губернии. Это непростое время, но это время, когда мы можем именно общественными организациями посмотреть на то, как мы реально работаем с гражданским обществом. И у нас в Самарском регионе это получается. Я хочу отметить, что здесь именно за счет синергии взаимодействия общественной палаты, федерации профсоюзов, нотариального сообщества, торгово-промышленной палаты и союза женщин, особенно предпринимательского сообщества и народный фронт рядом с нами находится, мы смогли быстро, буквально в течение нескольких дней это организовать. И мы сегодня понимаем, насколько это важно. Понятно, что паводок уже пошел на убыль, но мы понимаем, насколько дорога ложка к обеду. Поэтому сегодня в 10 муниципальных образований, которые пострадали от паводка, мы отправляем все, что они попросили у нас. Естественно, мы предложили нашим соседям из Оренбурга, они тоже подъехали за моющими средствами, которые, кстати, производит Новосибирский завод бытовой химии, но на территории Самарской области мы это отгружаем. И это тоже поможет им привести себя в порядок. Генеральная уборка от общественных организаций Самарской области будет обеспечена. Один из самых необычных экспонатов музея автоваза, концептуальный автомобиль Lada Roadster отправился на реставрацию. Ярко-синий двухместный кабриолет всегда привлекает большое внимание посетителей. Рядом с ним фотографируются и внимательно рассматривают. Отдельная изюминка машины – механизм складывания крыши. Как известно, автомобиль серийным не стал. Много лет Lada Roadster прекрасно чувствует себя в музее среди таких же уникальных моделей. Разобрать и собрать этот навык оттачивает каждый сотрудник автоваза. Но перед специалистами участка мелких серий стоит задача, что называется, со звездочкой. И звездочка – это уникальный концепт, находящийся на реставрации. Мы следим за процессом и показываем самое интересное. В первую очередь начали разбирать салон, есть куда коснуться руками, почистить, помыть, постирали ковры. Ну, конечно же, попробовали завести. Я в восторге от того, как он работает. Автомобиль готовится к покраске. Пришлось восстанавливать и некоторые механизмы. Не открывался капот, отремонтировали кронштейн и поставили новый тросик. Удалось оживить и механизм складывания крыши. Все убедились, что макет этот по-настоящему ходовой, рабочий. Вот рычажок. Можно открыть, закрыть без проблем. Здесь не было подшипника, вал болтался. Тоже применили подшипник от Гранты. Родственные связи с Грантой не случайны. Ведь Родстер базируется на платформе модели-предшественницы, то есть Калины. Причем с кузовом хэтчбэк, о чем свидетельствует индекс в ВИН-номере. Поменяли газовые упоры. Очень тяжелая эта крышка вместе со стеклом. Ну, держится нормально все. Колеса как минимум надо переставить местами, они не по направлению стоят. Такую шину я уже другую не найду, я думаю. Хотя, в принципе, еще не занимался этим. Ну, трещины, если только их попробовать внутрь их перебортировать. Двигатель завели, работает. Машина едет, скоростя включаются. Тормоза слабенькие. Ну, посмотрим, может быть, прокачаем. С таким положением, я думаю, можно и своим ходом до музея доехать. Ну, а дальше рутина. Все чистить, все клеить, все, чтобы работала, светотехника. Есть там проблемы по электронике. Ну, работаем. Предстоит решить немало творческих и технических задач. К примеру, определить температурный режим окраски поверхностей, которые выполнены вовсе не из металла. Реставраторы продолжают разбираться во всех этих задачах. Ну, а каков будет результат, скоро увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова